Приходя в этот мир, мы с вами начинаем собирать свой опыт. Конечно, у нас за плечами есть опыт рода, наши, так скажем, родовые установки и убеждения, но приходя, мы начинаем еще свой на это все накладывать. И очень важно тут обратить внимание, говорю для всех родителей, для всех женщин, что до трех лет вы являетесь тем человеком, который ваш ребенок, ваш опыт собирает. До трех лет ребенок еще не умеет понимать, что плохо, что хорошо, он не умеет оценивать и не умеет еще понимать, когда вы шутите, а когда нет. И поэтому очень осторожно надо говорить такие вещи, как «ух ты мой пухлячок» или там «ух ты мой толстячок», потому что ребенок, он еще не понимает, что вы проявляете так свою какую-то любовь. Он думает «я толстый». Это серьезно может записаться в голове в виде убеждения, и человек будет всю жизнь мучиться и считать себя толстым. Это может привести к каким-то различным нелюбовь к себе, непринятие себя, что в свою очередь может привести к тому, что человек просто не выполняет какую-то свою миссию. Может даже денег нет. Знаете, как всегда говорят, деньги – это вообще не про деньги всегда. То есть, например, у человека убеждение, что он какой-то недостойный, недостаточный, да, вот полноватость, вот. Может даже болезнь притягивать опять же к этому вопросу. Вот. И дальше уже социум и все окружение начинает дальше формировать наше убеждение. Про работу убеждений очень интересный такой момент расскажу. А знаете, как слонов учат находиться на месте, не убегать, да, слышали, да? Маленького слоненка, когда он очень маленький, привязывают за ногу к тоненькому деревцу, который на тот момент для него кажется большим. Он не может шевельнуться, не может сойти с места, вот. Но его… и потом он растет. Дерево маленькое, слон все больше, больше, больше. И вот огромный слон, веря, что это маленькое деревце не дает ему сойти с места, с места и не сходит. Его привязывают к этому же маленькому дереву, который он уже такой огромный слон, мог бы просто, ну, легко освободиться, легко пойти куда хочет и делать, что хочет. Но воспоминания из детства, что он не может сдвинуться с места, когда у него привязана нога. И он так и живет. Представляете? Убеждение не дает огромному слону двигаться с места. Потому что силы у него на это есть. Конечно. И мы так все живем. Зачастую, когда люди обращаются с вопросом, там, деньги, отношения, да, начинаешь смотреть, особенно деньги очень показательно, что убеждения, которые у нас сидят в голове, мы все с вами в советское время, многие из нас столкнулись, раскулачивали, что-то такое. И помним там 90-е, когда за деньги могли убить, и что-то деньги могли перенести какую-то проблему, да. И наш мозг, он запомнил, что деньги – это зло, что деньги приносят беды, что деньги приносят проблемы. И он, наш мозг, его задача – оберегать нас, оберегать. И, соответственно, вашу жизнь, он никогда не допустит то, что может привести вас к опасности. И поэтому часто мы слышим, да, вот финансовый потолок. Просто человек, у него сидит убеждение, что деньги – зло, и он не может в свою жизнь допустить зла больше. Ну, это просто утрированный пример. Субтитры создавал DimaTorzok